Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. Мы пережили 13 декабря. К счастью, это не совпало с пятницей. Это было воскресенье. А сегодня 14 декабря, понедельник. И знаете, никаких особо знаменательных событий в истории в этот день не происходило. Поэтому, наверное, историки и решили, что в этот день будут отмечать Международный день обезьян. А что ты на меня так смотришь? Не знаю, думаю, кого поздравить. Чем запомнится день сегодняшний, узнаем в прямом эфире День за днём. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok и, конечно, официальной страницей телекомпании ННТВ. Здравствуйте. То, о чём будем говорить сегодня. Тему много. Конечно же, ваши жалобы прозвучат. Их за выходные накопилось много. Конечно же, посмотрим на то, что происходит в районах Нижегородской области. Но основные темы будут звучать так. Давайте вспомним, как в завершении прошедшей недели глава государства Владимир Путин хлопнул рукой по столу и сказал, да что ж такое-то цены на продукты питания, на основные продукты питания растут и растут. Вы что, не видите, что нужно как-то эту ценовую политику притормозить и в нужное русло направить? Так вот, теперь есть несколько вариантов развития. Либо будет дефицит этих продуктов питания, либо всё-таки государство сделает так, что на три месяца цены на продукты питания заморозят. Да, обсудим, насколько это реально. И самое главное, что говорят общественники, активно наблюдающие за процессом. Также поговорим о том, что большинство россиян признали, что не разбираются в том, как устроен сайт государственных услуг. Но при этом 22% опрошенных сказали, что всё-таки вынуждены были разобраться и стали понимать лучше, как это работает. Такое исследование провело НАФИ. Мы сегодня позвоним в Москву в прямом эфире, узнаем, как исследование проводили и кто в особой группе риска. Я, честно говоря, человек с здравыми и трезвой памяти тоже не сразу разобрался, но как разобрался, сразу стало хорошо. Ох, как понесло, да? Илья, есть ли у тебя желания, которые ты готов загадывать? У меня их очень много, но они в основном... Ты написал письмо Деду Морозу? Нет, я не верю в Деда Мороза, я верю в руководство телекомпании ННТВ. Я считаю, что туда письма писать намного выгоднее. Но я знаю, к чему ты спрашиваешь. Ты можешь ещё и поверить в звёздное небо, в силу планет и так далее, и так далее. Потому что начиная со вчерашнего дня и на протяжении нескольких ближайших дней и ночей звёздный метеорный поток геминито будет присутствовать на небосклоне. Звёзды так и будут падать практически нам в руки, ну а мы можем загадывать желание и вообще любоваться этим астрономическим явлением. С неба звёздочка упала прямо милому в эфир, назовём это так. Об этом будем говорить обязательно, но сначала видео практически с пометкой молнии, я бы сказал, пришло к нам из Сарова. Вот, подожди, зима Саров. Да, зима Саров. Казалось бы, этим всё сказано, но нет. Наш телезритель прислал видео, обратил наше внимание. Подпись к видео ещё такая. Самое время косить траву. Давайте посмотрим эти кадры. Только у нас такое видит, больше нигде. Хоккеисты и синокосцы. Ну а мы переходим к нашей основной повестке. Сейчас у нас новости из районов области, они всегда разные. Есть уж совсем волнующие, скажем так, а есть, которые заставляют задуматься о приятном. Давайте посмотрим, что происходит в Арзамасском районе, а там как раз о приятном. Не каждый детский сад готов отметить юбилей, да ещё такой большой. Так вот, один из детских садов, такое дошкольное учреждение в Арзамасе, накануне отметил юбилей в 30 лет. Сколько выпускников, представляешь, прошло через этот детский сад? Вот о некоторых из тех, кто ещё в стенах детского сада, как раз и расскажут наши арзамасские коллеги. Давайте посмотрим сюжет. Сегодня в детском саду номер 52 необычно красиво. Флажки, шарики, гирлянды, плакаты. В каждой группе мастерят поделки, подарки и делают рисунки поздравления. Садику исполняется 30 лет. Вот только в актовом зале непривычно пусто и гостей нет. Юбилей проходит в онлайн-формате в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Итак, детский сад номер 52. Это 265 детей и 54 сотрудника. Средний стаж воспитателей около 15 лет. Средний возраст около 40. Направление работы нравственно-патриотическое. А вот что о своём садике рассказывают сами воспитанники. Знакомьтесь, это наш любимый детский сад номер 52. Он находится в 11 микрорайоне города Аджамаса. Его посещают 250 ребят. От самых маленьких до 7 лет. В нём работают 53 человека, 24 из которых педагоги. В голове всех наша любимая заведующая Валентина Рубьевна. Утром, когда наши родители уходят на работу, мы спешим в свои группы. У нас там столько много игрушек, что даже скучать некогда. Воспитатели с нами занимаются, рассказывают много нового и интересного. А ещё мы следим за комнатными растениями, помогаем накрывать на стол и сами поддерживаем порядок в группе. А ещё мы очень любим гулять. На прогулке можно играть, наблюдать и заниматься спортом. А летом можно проводить интересный опыт и наблюдать за облаками. В детском саду есть все возможности, чтобы мы развивались. Конструктор, робототехника, интерактивная доска с играми. Это всё так интересно. Мы уже сами умеем программировать роботов и решать сложные задачи. Есть логопед, который учит нас правильно разговаривать. Вот и я уже научилась произносить много разных звуков. Наш садик – это весёлые, любознательные, непоседливые малыши. Это влюблённые в своё дело сотрудники. Это современные инновационные программы. Мамы – это наши родители, доверившие нам самую большую цену своих детей и активно помогающие нам во всех наших начинаниях. Ну как приятно, когда дети из первых уст поздравляют и своё дошкольное учреждение, воспитателей, заведующего детского сада отметили. Хотя я не помню, вот в детстве, чтобы я знала по имени отчества, как зовут руководителя детского сада. Я знаю почему, потому что к вам не приезжало местное телевидение. Если бы оно приезжало, ты бы месяца за полтора уже знала бы и текст, и как зовут заведующий. Переходим к другому району Нижегородской области – Лысковский район. Близость к Волге, конечно, сказывается не только в климатическом плане, но и ещё вот в каком. Как только зима, еле-еле лёд образовался на Волге, все сразу решили перейти в Великую Русскую реку. А оказывается, нет. Нельзя. Почему? Вот накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём инстаграме также выложил, что он вместе со своей семьёй находился в эти выходные на Горьковском море, получил массу удовольствия от катания на льду и даже сумели сыграть в хоккей. Но я думаю, что вряд ли глава Нижегородской области переходил Горьковское море на другой берег. А вот некоторые нехорошие жители Лыскова так делают. Остросюжетный репортаж наших лысковских коллег прямо сейчас. В этом году лёд на реке на удивление гладкий, можно сказать зеркальный. Это видео нам прислал житель посёлка Макарева ещё 6 декабря. На тот момент температура воздуха уже несколько дней держалась минус 9-12 градусов. Вот и попробовал пересечь Волгу пешком. Страшно, говорит, ещё пару морозных деньков и можно смело протаптывать тропку. Для жителей Заволжской части посещение города Лыского жизненно необходимо. Помимо хозяйственных нужд, люди едут в центральную больницу либо навестить кого-то, либо сами на приём записаны. Паром встал на причал практически сразу, как стал образовываться лёд. Около двух недель транспортная сеть между городом и посёлком разорвана. Разорвана. Руководство судна на воздушной подушке ждёт, когда лёд окрепнет. А вот автомобилисты ничего не ждут. Едут. А скажите, пожалуйста, а машину сейчас ездят по Волге? Не знаю. Вот вчера видел одну. То есть проходил, да? Пока не знаю. А как вы считаете, это сейчас опасно или нет? Толщина льда какая? Это только бешеные ездят. Для любителей зимней рыбалки сейчас не страшно. Лёд уже довольно толстый и сможет выдержать рыбака. Главное, чтобы была соблюдена дистанция. А вот выдержать вес автомобиля в полторы тонны и ещё с пассажирами – это уже другая история. И не всегда она может закончиться хэппи-эндом. Сотрудники ГИБДД напоминают, что выезд на лёд строго запрещен. Выезд на лёд запрещен по правилам дорожного движения. Предусмотрена статья 238 Уголовного кодекса Тарасской Федерации. Мне же говорится то, что водитель нарушает, выезжая на лёд, не соблюждая правила безопасности и подтвергает риску себя и также своих пассажиров, которые находятся в автомобиле. Объектив нашей камеры в этот раз не зафиксировал передвигающийся автомобиль по реке Волга. Но вот следы от протектора шин хорошо видны на снежном покрове. В другом месте лёд исцарапан шипами. Надо помнить, что никто, даже опытные водители, не застрахованы от коварных ледовых ловушек. Проваливание под лёд происходит неожиданно и стремительно. Так что самое безопасное средство передвижения от берега к берегу – это судно на воздушной подушке. Но дату, когда оно выйдет в рейс, не называют. Поэтому многие сейчас передвигаются пешком. Такая прогулка занимает около 30-40 минут. Друзья, всё-таки морозы отступают. Давайте будем более аккуратными на дорогах и на таких импровизированных дорогах. Потому что синоптики уже к завершению этой недели прогнозируют минус 3-2 градуса. Это уже не те минус 12, что были. Поэтому прочность льда тоже будет, конечно, гораздо ниже. Ну а сейчас мы отправляемся на борт. Там практически детективная история с главной городской, наверное, можно так её назвать, красавицей. Знаете, очень часто… Да, с этого ракурса не очень убедительно, я согласен. Но, тем не менее, знаете, главное – правильно выбрать сторону, с которой смотреть. Мне кажется, проблем не было. Зайдите справа, она пушистая, зелёная. А здесь можно прятаться было, делать какие-то фотографии. И, в общем-то, всё можно, конечно, скабрёзничать сколько угодно. Но произошёл настоящий уникальный случай. Ёлку заменили. Всё-таки районные борские власти, городские, вернее, власти признали, что, наверное, да, как-то немного неоднозначный праздник. Они даже поблагодарили жителей города Бор за то, что они вмешались в эту ситуацию. Говорят о том, что, да, замена этой ёлки произошла сразу. В любом случае, спасибо борчанам за активную позицию. О поставке новогодних световых конструкций, гирлянд и прочих украшений ожидается в самое ближайшее время. Поэтому все ёлки, которые есть на Бору, заиграют новыми красками. Вот всё происходит, как мы всегда говорим, из одной программы в другую. Обращайтесь, обращайте внимание на какие-то вещи странные и наверняка будете услышаны. Кстати, телефон нашего прямого эфира тоже неизменен. 434-3477. Что вы нам прислали в наши социальные сети и о чём сообщили нам в своих письмах, вот об этом в следующей части нашей программы. Субтитры делал DimaTorzok Которые курируют как раз этот район за помощью и получили от него ответ, что врачи больницы, которые относятся к пильни, как раз свяжутся с местной жительницей и предложат ей все возможные варианты для того, чтобы и документы получить, и как-то украсить её жизнью, чтобы ей не было так одиноко. Поэтому, да, мы следим за этой историей, если вам известно чуть больше, так же сообщайте, как развиваются эти события, будем контролировать. Ну а пока вот что нам присылают, вот что пишут из Дивеева у нас первое сообщение. Редко такое бывает, что из-за пределов Нижнего Новгорода приходят фотофакты. Но ёлочная тематика, видимо, будет превалировать у нас во все дни, которые будут перед Новым годом. Какой был год, такая и ёлка, написали нам жители Дивеева. У местного дома культуры вот такую красоту поставили. Это креативно, как минимум, не пришлось... Ну слушайте, если бы у нас около Арсенала поставили такую ёлку, то все были бы в восторге и говорили бы это современное искусство. Согласен. Ну вот наши телезрители просят обратить внимание, но при этом надо добавить, что никакой просьбы это снести и поставить что-то другое не было, просто обратите внимание. Кстати, очень с бытовой точки зрения удобная конструкция, можно вещи какие-то вешать, можно даже букросин какой-то устраивать, да, вот повесил, на палочку с краю что-нибудь и жди, пока скидываешься. Своеобразно? Точно, своеобразно. Ну давайте посмотрим, что еще и у нас происходит в Нижнем Новгороде на Автозаводском районе, тоже недовольны и недовольны именно ёлкой. Вот такая новогодняя красавица появилась на Веденяпина около дома номер 32. Красотень в кавычках написали местные жители. Видимо, там были палки, здесь бутылки, да, вот кто чем богат. Ну, дальше есть приписка от нашего телезрителя, ЖЭКу номер 18 выделили на Новый год много в кавычках средств, вот они освоили ближайшую мусорку. Я не знаю, вот это, кстати, если предыдущая была креативная ёлка, да, вот из Дивеева, это, я бы сказал, экологичная, потому что здесь не выбросили пластиковые пустые бутылки в мусорку, да, а нашли им новое применение. Да, вторая жизнь пластика, ну, не знаю, знаете, вообще очень удивительно, что есть люди, которые жалуются вот на такие ёлки, но при этом ничего страшного не находят в лебедях, которые из покрышек вырезаны. Точно хотел, да, тебе сказать об этом, и накануне я тоже видел, проходил мимо одного двора, где были такие, знаете, своеобразные грибки, это мухоморы, но шляпки были сделаны из каких-то кастрюль, которые были разрисованы, вот красный цвет и белая горошина. Ну, хотя бы так, и тоже новогоднее настроение, снегурочка, бычок, символ будущего года, снеговик, все присутствует. Отнеситесь нисходительно. Что еще? Чуть более серьезная история, которая, кстати, вызвала и большую дискуссию у нас в группе ВКонтакте «День за днем» в Нижний Новгород. Перекресток улиц Южного шоссе и Веденяпина превращается в шалман, пишет наш телезритель, допотопный рынок, как в 90-х годах прошлого века. Как от торгашей сплажна эти санитарии, оставляет мусор, торгует, естественно, без масок. Вопрос еще, чем именно торгует, есть подозрения на контрафакт. Вот как все это выглядит. Стоит отметить, что участковый через два дома сидит, а на жалобы своего участка никак не реагирует. В Роспотребнадзор администрацию обращались не раз, а просим и у вас, у журналистов, у телекомпании ННТВ какой-то помощи. Хотя я удивляюсь, почему администрация автозаводского района в данном случае не видит, что происходит просто у них под носом. Вот такая уж картина некоторое время назад можно было наблюдать на площади революции напротив Московского вокзала, как выходишь из подземного перехода. Сейчас, слава богу, зачистили территорию после того, как в окрестностях побывал губернатор. Теперь, видимо, торговля вот этой всей негацией переместились на новую какую-то точку. Ты думаешь, канавиный автозавод как-то дружит? Мне, может быть, как-то передали эстафеты, может, это план поддержки предпринимательства такой на районном уровне, я уж не знаю. Но, тем не менее, конечно, да. Но, знаете, вот эти точки живут ровно до тех пор, пока в них что-то покупают. Если вот они вот эту всю антисанитарию разводят, если они торгуют странными вещами, значит, есть спрос. Если бы никто ничего не покупал, наверное, бы это было бессмысленно. Но, наверное, кому-то нужны носки вязаные. Носки, стельки, варежки и так далее. Да, пожалуйста, вот вам такая сводка. Но что мы только по заречной части города. Давайте посмотрим, что происходит наверху. Советские районы. И вот жалобы из советского района, они постоянно к нам поступают. То мусор где-то не убран, то остановка вот выглядит именно так. Хотя это сложно назвать остановкой, особенно при условии, что в Нижнем Новгороде все больше, все чаще появляются именно умные остановки. А тут и неумная выглядит еще печально. Она еще и грустная, как заметил наш телезритель, который отправил это сообщение. Но, к сожалению, да, некоторые остановочные павильоны. Мы видим, что это остановка улицы Нартова. Улицы Нартова. Там трамваи разворачиваются, кольцо улицы Нартова как раз именно в этом месте. Ну и мусор, конечно, не вывозят. Обращаем внимание районных властей. Что-то надо с этим сделать. Как минимум вывезти мусора, как максимум, наверное, как-то привезти. Которую мы сейчас видим, отпадает назад, поправить ее, прикрепить как-то. Ну или все-таки обратиться к той организации, которая устанавливает умные остановки, чтобы там появилась красивая умная остановка. Сахар ошалел. Соль обнаглела. Подсолнечное масло берега потеряла. Подсолнечное масло вышло изо всех краев. Да. И мы к чему это вот такой заход? Потому что действительно цены выросли. Понятно, что Новый год близкий. И обычно традиционные продукты, которые используются, не знаю, в выпечке, в каких-то массовых приготовлениях чего-то, они, конечно, дорожают. Потом в январе, правда, немножко отпускают. Но эта история началась еще по осени, когда никто не ожидал. А тем не менее сахарный песок подорожал практически в два раза. То же самое и сделало растительное масло. И что предлагают теперь? Цена на продукты заморозить на три месяца. Начиная с 1 января и вплоть до 1 апреля. И это не случайно, это же история, знаешь, вот если бы на это не обратил внимания глава государства Владимир Путин, то ничего бы не изменилось. Никакие бы заморозки здесь не помогли. И никакие скидки, акции, карточки волшебные, с которыми вы приходите в магазин, так же бы не работали. А вот, кстати, давайте, раз уж вспомнили, тогда и посмотрим фрагмент совещания, когда профильные министры, все необходимые ведомства собрались в формате видеоконференции. И вот, что сказал тогда Владимир Владимирович, давайте вспомним. А вот рост на базовые продукты питания, это пандемии не объясняешь? Причем без пандемии это? Насчет сахар-песок, сахарный песок. Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал, внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 71,5%? Ну слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определённая. А подсолнечное масло 23,8% и продолжает расти. Мука 12,9% выросли, макаронные изделия 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Объяснение-то есть, есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности. Вот я уже упоминал сейчас про советские времена на предыдущей нашей встрече с правительством, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману. Не могут купить. Но, послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае, по этим позициям известны. Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит. Вот и я, следом за Владимиром Путиным, пошла в магазин и смотрю, что цена на тот товар, который долгое время я приобретала за 200 рублей, уже 215-220. Удивилась, спрашиваю продавца, а почему такая вдруг ценовая политика? На что продавец мне попытался объяснить, что цены же на всё поднимаются. Посмотрите, сколько бензин стоит, посмотрите, сколько электричество стоит, ну и так далее. Я говорю, только зарплата почему-то у меня, даже как у бюджетника, не повышается. Объяснения всегда найдутся. Самое главное, что с этим делать. Вот теперь предлагают заморожить цены. Насколько это реально? Потому что даже я помню школьного курса экономики, что попытка зафиксировать цены ведёт, в конечном счёте, к дефициту этого самого товара. Это, в общем-то, такая капиталистическая догма определённая. Обсудим тему с первым заместителем председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив. Артём Кирьяновым, он с нами на видеосвязи сейчас. Артём, здравствуйте. Вы в прямом эфире на всю Нижегородскую область. Добрый день. Здравствуйте. Как вы думаете, вот то, что, во-первых, сказал Владимир Путин, делайте, что хотите, но чтобы цена была снижена. Вот это сработает? Глава государства имеет такое весомое значение в экономике, чтобы все поставщики... Сказали, что же мы делали-то, оказывается. Да, да коль же можно-то. Конечно, сразу после того, как были озвучены такие достаточно жёсткие параметры по повышению цены, ассоциации производителей собрались, по всей видимости, на своё совещание и приняли решение, что действительно цены будут снижены. Но это именно речь шла про большой опыт, про тех, кто отгружает, что называется, вагонами, и дальше уже идёт фасовка и продажа через розницу. Вот первый этап, как мне показалось, удалось пройти очень быстро, поскольку отрасли достаточно небольшие по набору участников. И основные участники согласились с тем, что где-то действительно перегнули палку, что называется. В погоне за сиюминутной прибыли немножечко забыли о том, что и мир, и страна, и люди переживают достаточно сложные времена. Вопрос сегодня стоит следующим образом. Как быстро мы увидим снижение цен на прилавках? Потому что это ещё два этапа, две большие отрасли. То есть одна это фасовка и поставка мелким окном. И вторая это розничные сети, которые непосредственно торгуют и непосредственно ставят, что называется, свою на цену. Вот, кстати, Артём, извините, что перебиваем. Вот сейчас журналисты же ведь кинулись за разъяснениями и к производителям. Производители, да, сказали, вот я смотрел новости федеральные, да, сказали, ребят, ну да, что-то мы... А вот представители ритейла, все вот эти вот там магазины, двадцаточки вот эти вот, да, и прочие... Ну и избежать судебных исков мы их не называем, да? Да, да. Смотрите, как нас с вами, общественников, адвокатов, журналистов, уже запугали. То есть мы даже не можем в эфире назвать тех людей, которые, что называется, наживаются, но при этом мы только через суток можем предъявить претензии. Ну, конечно, будет проведена, я думаю, большая работа, и нам стоит подождать результатов. В течение нескольких недель они появятся. Что касается того, о чем вы говорили в студии по поводу трехмесячной заморозки и вообще, так сказать, что такое государство и что такое экономика, здесь, конечно, вопрос очень неоднозначный. Мы действительно видим, что постепенно, ну, скажем так, от месяца к месяцу наша экономика переходит в такой, ну, если хотите, мобилизационный режим. Потому что государство вынуждено помогать многим отраслятам. Политика, например, отрасли туризма, как поддерживать тех людей, которые заняты, ну, это примерно 2 миллиона, она очень плохо бьется с политикой в связи с коронавирусом, что касается различных, ну, скажем так, запретов и так далее. Вот мы сегодня это видим. Но при этом нам нужно, чтобы наша экономика не замерла, чтобы она не была заморожена. И поэтому здесь все-таки разговор идет не о жестком регулировании, когда, грубо говоря, большой начальник в правительстве скажет, что сахар будет стоить вот столько и не копейки больше. Это все-таки диалог с производителями, диалог на тему, ну, скажем так, нормы прибыли, на тему возможных, ну, скажем так, квот, которые будут сохраняться за российским сегментом. То есть нельзя, чтобы все уходило на экспорт, нельзя, чтобы все уходило за рубеж. 80% сахарного песка, будьте добры, на внутренний рынок вот поставлять в течение года, да? Примерно так. Примерно так. Ну, может быть, не 80%. То есть цифры по количеству, они могут быть разные. И здесь очень важно, что на сегодняшний день государство нельзя обмануть. Вот если мы возьмем статистическую картину по продаже, она же у нас обновляется практически в режиме реального времени. То есть все контрольно-кассовые аппараты нового образца, они сообщают в режиме онлайн, что, где и почем продается. Поэтому здесь, скажем так, никаких отговорок и никаких обманов со стороны торговли и со стороны производителей быть не может. Но надо оставить производителю все-таки возможность заканчивать год не в убытках. По крайней мере, какая-то минимальная прибыльность должна сохраняться. Вот давайте по поводу производителей. Артем, мы тоже тут свой диалог вели до эфира с производителями. У нас в Нижегородской области, к примеру, есть сахарный сергаческий завод. И знаете, не про сергаческий сейчас говорю, а в целом образно, чтобы никого не подставлять. Они говорят, что мы не хотим вот по такой цене, как сейчас нам навязывают, представлять продукты. Нам проще закрыть. Нам проще, да, вот сейчас оставить, пусть на складах это все лежит. Не приведет ли вся эта ситуация к тому, что мы вообще останемся в дефиците продукта, что на прилавках не будет сахарного песка, гречки, риса, ну и растительного масла, да? Вот все, что это вошло в основной такой набор продуктов питания. Вы знаете, я думаю, что нет. Потому что, может быть, вас, коллеги, еще не совсем разобрались с ситуацией, но закрываться и, что называется, затоваривать склады – это совершенно точно не лучший вариант. И главное, что мы же с вами должны жить сегодня в очень такой обстановке быстрого реагирования. Вот что происходит? У нас продолжается пандемия, у нас продолжается рост заболеваемости, продолжается режим, ну таких вот, скажем так, вынужденных экономических санкций. Продолжается. Значит, мы будем поступать вот так. Никто не может сегодня предсказать, что будет через год. Вот реально, ни экономисты, ни политики, ни врачи. Поэтому здесь все-таки надо оставлять для производителя, для тех людей, кто занимается поставкой продуктов, ну, определенный люфт, зазор, чтобы и у них не происходило сокращение штатов, чтобы они могли, ну, скажем так, если не развивать свое производство, сохранять его на стабильном уровне. Все это очень напоминает историю с хозрасчетом в конце 80-х, вроде бы квотоквотами, да. Спасибо большое, Артем, за комментарии. Артем Кирьянов, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов, общественная палата России была с нами на видеосвязи. Говорили о том, что президент предложил, но если мы не можем как-то отрегулировать цены, то давайте хотя бы заморозим цены на основные продукты питания, начиная с 1 января по 1 апреля. Дадим 3 месяца для того, чтобы все стабилизировалось и как-то образумилось. Да, 3 месяца еще как-то надо прожить. Людмила Петровна нам по телефону 434-3477 сообщает. Песок сахарный подорожал в 2 раза, другие продукты подорожали тоже. Я пенсионер, уже денег не хватает на покупку продуктов. Еще и лекарства нужно купить из ЖКХ, заплатить, живу одна, а вы говорите про подорожание в несколько процентов. Это не мы, Людмила Петровна, говорим. Нет, но в 2 раза практически так и получается. Президент сам и сказал, что сахарный песок подорожал на 71%. Практически в 2 раза все соответствует тем цифрам, которые мы с вами на прилавках и замечаем. Правда, я думала, после замечания президента цены на самом деле как-то вернутся на прежние позиции. Честно, ходил в выходные магазины, мониторил в разных магазинах, но вот песок сахарный как был, 56-60 рублей, так и остался на этих позициях. Это капитализм, Оксана, и он работает по-другому. Почему все не может стать дешевле? Почему не может наступить всеобщая, как говорят экономисты, дефляция? Оказывается, она невыгодна даже нам самим. Давайте посмотрим небольшую образовательную рубрику из жизни капитализма, которую приготовил в свое время Центробанк России. Каким должен быть уровень инфляции и можно ли обойтись совсем без нее? Высокая инфляция, когда цены все время быстро растут, это очевидно плохо. Деньги обесцениваются, люди беднеют, дорогие кредиты мешают развитию бизнеса. Но если цены совсем не растут или постоянно снижаются, это тоже опасно для экономики. Она перестает развиваться. Спрос на товары падает. Из-за этого сокращается их производство, а значит, растет безработица. Люди беднеют. А вот низкая и стабильная инфляция выгодна всем. Она позволяет экономике расти. Люди берут кредиты по низким процентным ставкам и не боятся, что их сбережения обесценятся. Они строят долгосрочные планы, копят на пенсию или на важные вещи вроде образования детей. Бизнес тоже берет доступные кредиты на долгий срок, вкладывает деньги в развитие, получает отдачу от инвестиций и внедряет инновации. Поэтому цель Банка России – поддерживать низкую предсказуемую инфляцию. Сейчас оптимальный уровень инфляции для нашей экономики – 4%. Но этот показатель может измениться со временем. Ведь дело не только в конкретной цифре. Важно, чтобы уровень инфляции позволял экономике развиваться, а людям жить лучше. Ну, красиво все рассказано в ролике. Вы ставите центробанк. А вот если бы инфляция была все-таки на уровне 2-4%, это было бы более или менее приемлемо. Но когда она выходит за какие-то определенные рамки, на которые ты рассчитываешь, то уже непонятно, как дальше себя действовать. А если бы колбаса была по 2,20 в несколько десятилетий, вообще было бы хорошо. Но это социализм, а не капитализм. Это совсем другая история. Да, другая совершенно тема. А вот еще одно, не менее важное, прямо сейчас в нашем эфире. Слушайте, мы были удивлены сегодня, когда увидели цифры о том, насколько россияне готовы пользоваться порталом госуслуги. Мне кажется, он уже всем знаком. Он у всех на устах. Вы можете проверить штрафы, налоги, подать документы на получение паспорта, каких-то социальных выплат, ну и так далее, и так далее. Теперь тест на ковид можно узнать. Все там, все в госуслугах, на вашем телефоне, на вашем ноутбуке. Но оказывается, практически каждый четвертый говорит о том, что не может пользоваться этим порталом. Да, исследовательский центр НАФИ выяснил, что треть россиян вообще не умеет пользоваться порталом. Ну вот, не понимаем. Третий, у каждой трети. Вот, ребята, у нас сейчас в студии около 15 человек. Все, мне кажется, должны уметь. Да, и 5 человек не умеют пользоваться порталом госуслуг. Давайте узнаем, как полученные были цифры, и у кого ситуация более тяжелая. Обращаемся к авторам этого исследования. С нами на видеосвязи из Москвы директор направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова. Людмила, снова вас приветствуем в прямом. Добрый день, Нижний Новгород, вас рад видеть. Да. Да, здравствуйте, коллеги. Делитесь подробностями. Как же так выяснилось, что треть не умеет пользоваться? И вообще, что вкладывается в это понятие? Кто вошел в эту треть? Какая возрастная группа? Да, с удовольствием поделюсь результатами нашего исследования всероссийского. Это было репрезентативное исследование, которое мы провели в сентябре этого года. Исследование было инициировано тем, что за время пандемии очень много россиян более активно стали пользоваться различными цифровыми сервисами, в том числе сайтом госуслуг. Да, это тоже стало очень актуально. Ну вот, к примеру, сервисами там по дистанционной коммуникации, которыми ранее, в принципе, может быть, очень мало людей пользовалось, да, начали пользоваться 31%. То есть вот они освоили эти новые технологии. И вот пятая часть, 22% россиян, нам сказали, что они стали пользоваться или даже улучшили свои навыки в использовании сайта госуслуги.ру. А также, если вопрос стоял о Москве, то там у нас есть тоже сайт МОСРУ, который тоже предоставляет электронные государственные услуги. При этом, как вы правильно уже заметили, каждый третий россиянин говорит о том, что ему не хватает навыков для полноценного, такого эффективного использования этих сайтов. И мы связываем это с несколькими причинами, несколькими барьерами по пользованию таких сайтов электронных государственных услуг. Ну, во-первых, нужно отметить, что подобные сайты используются реже, чем, например, различные цифровые, такие финансовые сервисы, да, то есть к банкам и к платежам, к денежным переводам мы обращаемся чаще, чем за получением различных государственных услуг. Поэтому здесь и навык ниже. Также, например, на сайте госуслуг есть система авторизации, то есть человек должен помнить свой логин, свой пароль, и не все обладают навыком по восстановлению пароля. То есть это уже определенная такая процедура, да, требующая внимания и действий определенных. И, в-третьих, для того, чтобы получить расширенный пакет тех услуг, которые можно получить именно в дистанционном формате, человеку, россиянину все равно необходимо посетить физически какое-либо учреждение. Сейчас учетную запись на портале госуслуги можно подтвердить или через МФЦ, или в офисе некоторых банков, или на почте России. Но все равно необходимо физически посетить то или иное учреждение со своими документами. Но, тем не менее, все равно ведь 22% россиян так или иначе разобрались во всех вот этих вот премудростях, и странностях. Да, да, разобрались. Конечно, ну вот вы спросили, у кого сейчас пока дела обстоят хуже всего. Здесь я могу сказать, что такое уверенное пользование сайтами госуслуг снижается по мере, по мере, возрастания возраста. То есть среди людей, например, в возрасте 45-60 лет, доля неуверенных пользователей составляет уже 35%, а вот среди людей старшего возраста, старше 60 лет, их уже 61%. То есть наше старшее население пока не освоилось с этим сервисом, и им, конечно, необходима какая-то помощь в этом. Очень важно, что эти прозвучали сейчас слова, потому что кто из тех, кто помоложе нас смотрит, сейчас, может быть, лишний раз подумает, а вот их родители, их бабушки и дедушки, насколько хорошо ориентируются. Нужно подсказать, помочь ориентироваться в этом электронном потоке, но от этого просто никуда не деться. Благодарим. Людмила Спиридонова с нами была на видеосвязи, директор направления исследования в сфере человеческого капитала, аналитического центра НАФИ. Говорили о том, что треть россиян пока стесняются пользоваться порталом госуслуг, хотя зря они это делают. Очень-очень удобно. Весь пакет в электронном, пакет документов, имею в виду, в электронном виде можно запаковать туда, отправить и получить уже ответ на то, что ваши документы готовы. Когда выплаты на детей президента объявил, вы прямо на следующее утро, вот вы, мама, обрушили сайт госуслуг. Обрушили, да, эту систему. Кстати, по поводу сайта госуслуг много всевозможного творчества. Вячеслав Мясников, один из лидеров эмористической команды «Уральские пельмени» в области отечественного юмора, давайте скажем так, в образе бабушки, следующую песню исполнил про сайт госуслуг. Давайте послушаем и улыбнемся. В 21 веке целых 20 лет Облегчает жизни наш интернет Можно поиграть там, заказать еду Подыскать работу и продать тахту Не вставая с кресла, выучить язык И скачать там можно много разных книг Сайтов просто куча, миллион всего Все они удобные, кроме одного Госуслуги, госуслуги Не платформа, а потуги Вроде нет очередей Но этот сайт не для людей Госуслуги, госуслуги Не платформа, а потуги Кто ж придумал нам такой Электронный геморрой Промотнем Вроде бы идея даже ничего Получить все справки было бы легко Но сначала надо личность подтвердить И за этим делом в МФЦ сходить Занимаешь очередь, с улицы стоишь Всего лишь пару дней и точно подтвердишь Но если все удачно, то дома ждет сюрприз Открываешь сайт, а он уже завис На сайте там кто-то выплату просил С этим сайт не справился и доступ всем закрыл Не рассчитан был он на большой набег Справиться он может лишь с парой человек Госуслуги, госуслуги Не платформа, а потуги Вроде нет очередей Но этот сайт не для людей Госуслуги, госуслуги Не платформа, а потуги Кто ж придумал нам такой Электронный геморрой Еще раз промотнем Знаем мы откуда К нам пришла беда Туда хотим ракеты Отправить мы всегда Мы, возможно, к ним В выборы вмешались А они в отмеску На сайте отыгрались Госуслуги, госуслуги Не платформа, а потуги Вроде нет очередей Но этот сайт не для людей Посмотрим, как Мясников запоет, когда ему паспорт надо будет поменять 434-3477 Пара реплик от наших телезрителей Мужчина позвонил, не представился Во-первых, просит залить хоккейную коробку на Премудрово 11А И просит, видимо, там же установить скамейки около подъезда Это все, к дому, управляющие компании Они заявки собирают от жителей Поэтому наверняка помогут И Елена Владимировна позвонила К нам в эфир, сказала Перекресток Южного шоссе Веденяпина Стихийная торговля продуктами питания Рыба лежит прямо под ногами продавцов Масло развесной без упаковочного материала То, что мы показывали в начале программы Елена Владимировна, не ходите туда Ты когда сказал Елену Владимировну Напомню нашим телезрителям, руководителям телекомпании ННТВ тоже зовут Елена Владимировна Что она звонила в эфир, вот тут мы немножко вздрогнули Но мы будем заказывать желание сегодня ночью Потому что метеорный поток геменида Надвигается на Нижегородской области в частности Все подробности прямо сейчас Слово геменида не должно вас пугать Это хорошее слово Это один из самых красивых звездопадов Такие заголовки мы увидели накануне И сегодня эту тему решили развить Потому что средства массовой информации об этом пишут И нижегородцам, я думаю, будет приятно Этот момент как-то запечатлеть в истории у себя в голове Но ведь, как мы понимаем, это обычно где-то в конце года Я думаю, что это такой определенный космический Да, это из года в год декабрь Космический такой подарок Многих сразу нижегородцев и нам стали об этом писать Тоже активно в социальных сетях вопрос А можно ли увидеть вообще Или опять куда-то ехать В Дагестан или в Воронеж, там где лучше Видно, давайте все вопросы адресуем прямо сейчас эксперту С нами на видеосвязи лектор Нижегородского планетария И преподаватель НГПУ имени Казьмы Минина Алексей Киселев присоединяется к нашему разговору Алексей, добрый день Здравствуйте Да, очень приятно, что вы меня пригласили Вот давайте сразу с главного начнем Можно ли будет увидеть И ведь это накануне вся история началась Может быть сегодня ночью уже Вот с 13 на 14 Вы, Алексей, своими глазами все видели А мы-то проспали Да, да, на самом деле все самое интересное уже прошло Именно вот в предыдущую ночь был пик метеорного потока Геминида А пик довольно узкий И если вчера ночью, ну как бы в прошлую ночь мы наблюдали на уровне 80 метеоров в час То следующей ночью будет всего лишь там 25-30 метеоров в час Но они тоже будут лететь Поэтому в принципе есть смысл понаблюдать Но погода испортилась Еще вчера была хорошая погода А сегодня уже нет погоды Поэтому, скорее всего, этот метеорный поток, наверное, мы пропустили И будем ждать следующего Слава Богу, что следующий метеорный поток С такой же большой мощностью Будет уже 3 января Довольно близко И он называется Квадрантиды Так что вот если 3 января будет хорошая погода То смотрите метеорный поток Квадрантиды Теперь уже должна быть Еще раз, как вы назвали его Как вот слово Квадрантиды Квадрантиды Как херматичное название А можно ли просто вот своими глазами Воочию, без каких-то специальных инструментов В виде телескопов Увидеть вот эти метеорные потоки Да, на самом деле как раз телескоп Это их вообще практически невозможно увидеть Потому что они случайным образом появляются В любой точке неба И телескоп ты просто не успеваешь нацелить И поэтому метеоры наблюдают именно глазами Хотя есть еще способы фотографических наблюдений Или радионаблюдений Но глазами это самое интересное И самое впечатляющее Алексей, один из самых частых вопросов в соцсетях И в наших тоже в связи с вот этим Светозвездным представлением Насколько это опасно или не опасно для планеты Земля Потому что все смотрели фильм Армагеддон Все понимают, что не дай бог что-то прилетит Летит на нашу планету А страшно Да, где-то в другом месте Насколько это опасно или нет? Нет, ну для Земли это совершенно безопасно Наша земная атмосфера хорошо нас защищает И всю мелкую космическую пыль Она сжигает в верхних слоях И метеоры, хотя они влетают со скоростью где-то 35 км в секунду Это много больше скорости пули Но они, как правило, не долетают до 80-километровой отметки Все они сгорают в верхних слоях атмосферы Так что это просто красиво И третье января Мы сейчас на нашей большой видеостене Видим, как нет-нет, да звездочка упала Будем ждать теперь начала января Раз эту ночь мы проспали Но благодаря экспертам уже сориентированы И будем на готове Благодарим Алексею Телеву Лектор Нижегородского планетария Был с нами на связи Говорили о том, насколько в Нижегородской области Можно своими глазами увидеть метеорный поток